Стабильный прогноз кредитного рейтинга Казахстана подтвердил еще одно международное агентство Standard & Poor's Global Ratings. Напомню, ранее такую же оценку давало агентство Fitch. Какой сценарий развития отечественной экономики везут мировые эксперты, расскажет наш обозреватель Индира Тикжанова. Гульнары, эксперты рейтингового агентства, ожидают ощутимое снижение экономического роста Казахстана в этом году. Но прогнозы на следующий год более оптимистичны. Коронакризис, сокращение добычи нефти, низкие рыночные цены на черное золото. Эти причины приведут к сокращению казахстанской экономики почти на 2%, считает эксперты S&P Global Ratings. Уже в следующем году восстановление ожидают на уровне почти 4%. Подтверждая стабильность кредитного рейтинга, эксперты указали практически на те же самые показатели, что и ранее агентство Fitch. Это устойчивость фискальной позиции страны, низкий уровень внешнего долга и антикризисные меры правительства. Есть и негативный сценарий. В случае продолжительного или резкого падения цены на нефть, а также роста долларизации депозитов, кредитный рейтинг Казахстана могут понизить. Отмечу, что этот показатель помогает инвесторам оценить финансовую надежность стран для последующих вложений капитала. Также в ближайшие два года аналитики ожидают и рост кредитных убытков казахстанских банков. Снижение чистой прибыли в секторе может достичь 400 миллиардов тенге, считает в агентстве. В Казахстане сокращается доля кредитов малого и среднего бизнеса в общей структуре судного портфеля банков второго уровня. В августе прошлого года на такие займы приходилось порядка 29%, в этом году – 27%. В нацпалате «Атамикен» сообщают, что действующие кредиты сегодня есть у 30 тысяч субъектов МСБ. Их общая сумма составляет порядка 4 триллионов тенге. Причем на льготных условиях займы получили только 11 тысяч предпринимателей. Для снижения долговой нагрузки бизнеса теперь кредиты рефинансируют по 6% ставке. Гарантия со стороны фонда «Дому» будет до 85% от суммы займа. В палате также сообщают, что госпрограммами поддержки на сегодня охвачено почти треть предпринимателей из 14,5 тысяч пострадавших во время пандемии. Список будут расширять. Резким падением цен на нефть завершилась минувшая неделя. Черное золото подешевело на 3%, и это стало самым ощутимым недельным снижением с июня. Марка Брент просела на 3%, WTI упал почти на 4%. Давление на нефтяные котировки оказало падение основных индексов на фондовых рынках США. Есть и другие причины – это рост безработицы и снижение внутреннего спроса на бензин в Штатах. По прогнозам Минэнерго России, мировой спрос на нефть в этом году может упасть почти на 10 миллионов баррелей в сутки. Среднюю цену на следующий год эксперты ожидают на уровне 55 долларов за баррель. Между тем, в профильном ведомстве нашей страны сообщили, что Казахстан в августе на 100% выполнил свои обязательства в рамках сделки ОПЕК+. Уровень добычи нефти соответствует графику компенсации, отмечают в Минэнерго. Концерн Volkswagen в ближайшие три года планирует догнать американскую Теслу по объему выпуска электромобилей. Об этом в интервью немецкому изданию заявил председатель промышленного совета компании. В случае строительства трех новых заводов Тесла увеличит производство до полутора миллиона электромобилей в год. Этих же показателей Volkswagen планирует достичь к 2023 году, а может и раньше, отмечает представитель концерна. Подчеркивая, что у немецкого производителя есть преимущество в виде модульной электроприводной матрицы. Обогнать Теслу Volkswagen намерены в части разработки программного обеспечения. В нашей рубрике «Карта цен» мои коллеги на этот раз узнавали стоимость сахара в регионах страны. По данным Комитета по статистике, в этом году продукт подорожал более чем на 12%. 230 тенге стоит килограмм сахара в магазинах Павлодара. Чуть дороже в Алматы – 240 тенге. Еще на 10 тенге дороже в Кустаная. За 250 можно найти сахар в Кокши Тау. В Усть-Каменогорске цена 260 тенге. И в столичных магазинах стоимость сахара доходит до 280 тенге. И официальный курс на сегодня. Доллар стоит 420 тенге 76 тенов. Евро – 498 тенге 68 тенов. И российский рубль – 5 тенге 61 тен. Гульнара, это были все деловые новости. К данному часу передаю эфир вам. Индера Тегжанова о экономических тенденциях в стране и мире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова